как воспитывать детей думаю не надо их воспитывать ну дети что они как-то сами растут вообще есть версия что дети готовыми личностями приходят прям готовые личности ну а чё с ними делать они уже живые они какой-то корм находят кошки воруют под столом кошачьи кормушки находишься сухой корм и жрут так что кормить не надо воспитывать не надо они уже все упрямые а в 13 лет они пошлют тебя куда подальше так что чё их воспитывать с одной стороны с другой стороны я вспоминаю как воспитывали меня я думаю дело конечно правильных книгах которые подкладывала мне мама и они просто оказывались на тумбочке и еще правильных разговорах которые мама с папой вели они как бы между собой не мне они между собой обсуждали поступки разные поступки современников знакомых и сущностно моральными оценками закладывали для меня критерии добра и зла правильности и неправильности какой в каком возрасте это происходит ну наверно мне кажется даже у ершистых подростков воспитание все еще продолжается они все еще слышат как родители обсуждают если родители обсуждают жизнь с точки зрения как потеплее устроиться подлостью то подросток мотает это на ус как удача случайно не трудолюбием достигается подросток мотает это на ус или несмотря на всю подлость жизни трудолюбие плюс талант позволяет тебе пробиться подросток тоже все это прописывает у себя там на жестком диске и я думаю что не надо так уж сильно воспитывать детей надо просто жить так чтобы ваша жизнь была инструментом воспитания если у вас есть критерии добра и зла если у вас есть критерии правильного и неправильного то вы все равно будете об этом говорить а если вы будете это говорить это пропишется в мозге вашего ребенка вот тебе и все воспитание а пожрать но он найдет в холодильнике сначала кошачий корм под столом потом дорастет до открытия дверки холодильник ну чё-то съесть нормально это была моя точка зрения я сергей даренко журналист